Георгий 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 поддерживала первое время и ну знаете как это наверное могло бы быть перешло но конечно но постепенно человек стал раскрываться и мы просто поняли что мы что стало в ней напрягать достаточно властный характер плюс она совершенно не понимала мою творческую натурам творческую профессию и претензии предъявляла вот и постоянно на своей работе к георгий это классика жанра потому что все девушки хотят чтобы мужчина привозил или приносил большую зарплату но при этом рядом на диване как можно это не понимает это же а ты будешь его понимать и он будет тебя понимать георгий но они же думают что если вы на корпоративе то вы там только да и развлекаетесь что-то тяжеленная работа да вы знаете даже кофе выпить него имиджу ведущего ну как бы не очень красиво наверное даже фотографируешься то просто фотографируется с тобой потому что ты ведущий да и больше ни почему не понимать присесть нельзя но она все таки однажды нашла фотографии где вы там в обнимку стояли с девушками да это действительно просто общие знакомые которые случайно пришли на эту вечеринку я естественно был рад их видеть случайно проверяла телефон или где на фотографии но фотография нашла в интернете просто на сайте который не имел ко мне отношения но вы бы сказали что если бы я хотел скрыть что-то от тебя дорогая и точно я бы не сказал конечно но разве это может не общаться даже с друзьями да это конечно еще один был большой минус друзьями вот интересно как насчет его увлечений шумных компаний тусовок у него все-таки тоже работа такая не будет он пропадать не тусовщик я надеюсь что будем пропадать мы с вами как зенана вы знаете никак потому что я очень хотела подружиться естественно всегда рады новым людям нашей компании мотивация какая вот мотивация честно говоря для меня непонятно мне она говорила так что я не обязана с ней дружить она мне не нравится сестра не нравится причем была ревность даже ко мне откровенно были обвинения что мы проводим времени слишком много вместе а поскольку у нас у обоих творческие профессии на обучение потому что девушка с плебейской ментальности выходя замуж у нее одно желание чтобы умерли сразу все родители родственники сестры оставили хорошее наследство чтобы мужчина был подкаблучником предлежал только ей видите это мечта практически всех женщин ну да но знаете мы у меня всегда сложнее мужчины тоже хотят жениться на 1 сироте помните классе да и расстались мирно да вы знаете но я вообще человек неконфликтный да по нему видно что он не конфликт да 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 у него лицо такое добродушное да то есть я тебя опять буду и мы самые эмоциональные в отношениях рушить там все попадать столько такие эмоциональные и вот вы познакомились со второй девушкой которая вам тоже показала небо в алмазах приезжие до пожалел что ли где ее взял в интернете познакомились вот такой красавец конечно знакомиться больше негде правда но вы знаете не поверите время такое и действительно ну сложно как я уже сказал повторюсь что на программах очень сложно имидж не позволяет интернете есть иллюзия выбора вроде посмотрела много фотографий ощущение того что возможности много конечно старе иллюзия но тем не менее все таки вы познакомились девушка откуда она приехала из крыма из крыма загорелая вся такая крымчачка глаза черные родственников много горят и все так сразу шмар дивана и на фоне на фоне вашей прошлой девушки и сестрой была не прочь подружиться да они подружились в семью быстренько вошла и ну тоже как ну знаете всегда первые месяцы такое все красиво и радужно а потом это мы умеем ну да 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 георги съездили отдохнуть да 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 вы стали советовать брату георгий вот это то что надо да 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 очень открытая девчонка действительно и симпатичная спортивная все хорошо а когда показала свой норов уже по приезду да вы там стала просить сувенирчики ну там конечно тоже но это все в любом случае романтика все понятно тем более она работала училась она работает все вроде неплохо копит ну ипотеку взяла на квартиру в москве поэтому копили себе на квартиру а жили на ваши деньги а что за претензии у нее были почему она стала вынимать то из вас все ну что ты недостаточно там крут для меня это была вот конкретно фраза да недостаточно много денег недостаточно спортивный а сколько денег то давали то может правда недостаточно дали ей там 10 рублей и все нигде в мире нет такой практики у нас абсолютно все вот я давно сказал бытовые проститутки вроде как бы с одним но все равно за деньги а что же получается девушка должна сама за себя платить сама себя покупать его подарки не говорит но она зарабатывая деньги приличные объявила это значит так получать такой способ экономии я с тобой поживу на твои деньги пока покоплю себе собственно квартиру а потом я тебя на хлебушку не хватало хорошего дорогого для меня непонятно как можно ехать с человеком отдыхать за его счет будучи знакомого в знакомстве только неделю соглашусь с вами то есть я обещала что там потому что если мы только познакомились не хочу как бы эту тему поднимать тоже она как бы еще пообещала конечно конечно не нахлебница мы все верну я все верну он абсолютно не жадный человек он очень щедрый очень добрый открытый давал но ровно ну конечно добровольно и все от души но когда пошли еще обвинения туда то есть все равно про крутизну это конечно прямое оскорбление в конце концов не вареное яйцо а мужчина для того чтобы доказывать после этого стало говорить что мало денег заработать ну еще что давал заветы по работе по моим других людях она могла сказать что а бывшие мои молодые люди были более спортивные и твой живот не мешает а мне нет надо быть более уверенным в себе и так и отвечать в этой ситуации я вам хочу сказать за что боролся сам нашел никто в дом не пришел не постучался не остался насильный вы сначала хотите спать непотребными девицами потому что они хорошо выглядят но это не входит в комплекс еще и и хороший нрав приличное поведение хорошее воспитание и хорошая семья вот и все либо берете в себе сожительницы то что вас устраивает либо а вот терпите вы как я поняла любите чтобы и вас нахваливали и сами себя любите нахваливать вот похвалить себя чтобы было понятно как нашим невестам а вот сейчас они придут вас похвалить вам будет приятно ну ну я считаю одно из моих достоинств я не пью не курю а то есть говорить мой мальчик какой хороший не пьют не курят здоровые будут здоровые дети это прекрасно георгий у вас полно достоинств вы имеете право выбирать ту которую хотите вы имеете право на счастье только уже не попадаете сегодня как-то вы свои мужские инстинкты и ночка пыл этот я немножко уже придержите остудить и да поэтому мы будем руководствоваться разумом хорошо конечно ну и конечно мы вам каракати никак не подсунь я думаю сейчас вы тоже будете сегодня активно хорошо георгий я просто вам и нашим женихам которые смотрят нашу программу хочу напомнить что ухаживать вообще быть состояние жениха это дорогое удовольствие чтобы найти свое по ухаживать придется как минимум за 10 поэтому давайте делайте за дело в материальном плане да почему потому что прижимистый мужчина это а сексуальный мужчина просто ухаживание они постепенно должны переходить в некий взаимообмен и женщина где-то ухаживать должна за мужчиной не только сидеть и ждать от ухаживания от мужчины сегодня я хочу все-таки разглядеть в женщине или в девушке молодой скажу так ту которая готова себя продавать ну уж извините за такое сравнение но вот есть такое же качество как сформировавшаяся привычка конечно вот хочу от этого вас уберечь щитрость важна но она не должна быть когда люди тратят деньги просто налево и направо сегодня очень ценный день потому что он позволяет поставить точки над и в любом вопросе и позволяет как бы выработать четкое мнение мне кажется что сегодня вы способны наших девушек увидеть вот как под рентгеном может быть с нашей помощью ну я очень на вас надеюсь спасибо после рекламы у нашего жениха состоится первое свидание не пропустите вы смотрите давай поженимся у нас людей георгий идите знакомьтесь с первой невестой привет меня зовут виктория привет виктория очень георгий взаимно очень красивая девушка сразу в белом пришла ты посмотри какая самоуверенная девушка здравствуйте виктория мне как-то стало нравится что женихи и невесты иногда приходят без поддержки потому что поддержка раза три или четыре только сработало правда за эти годы потом это фокусирует внимание конечно да потом опять же безграмотные сваты не сбивает стулку виктория давайте нас посмотрим узнаем вас лучше виктория 25 лет ведущий специалист в управе жилищного отдела гордится своим воспитанием считает себя педантичной хозяйкой признается что любит ходить по квартире голый своим главным грехом считает обжорство как только виктория стала жить с возлюбленным к ним тут же переехали все его родственники вика не захотела жить в общежитии и ушла от парня надеется что георгий готов к самостоятельной жизни я всегда была уверена что именно так как вы выглядят обжоры никак не по-другому я без спорт молодец а вот это вот любовь ходить по квартире голые когда вы одна или наоборот вам нужны зрители 1 7 нравится почему отгадать трех раз голые на шпильках класс не ханжи не совсем нет анжели для того чтобы понравиться мужчине видишь я же говорю она такая уверенная девушка пришла белым без подружек то есть она полной уверенности что она взяла пришла победила и ушла вика что у вас там было с женихом расскажите эту историю ну все было замечательно мы познакомились отношения стали быстро развиваться мы спустя некоторое время стали жить вместе мы переехали к нему да переехала к нему мы стали жить вместе завели так называемыми не ребенка в виде собаки у нас все здорово пробный ребенок называется дети истины нет это собаку она завела пробный ребенок да спустя четыре дня переезжать к нам его мать сестра и отец а родители же прилили с сестрой потому что у них там ремонт был изначально ремонта не было и вы месяц были знакомы да и вот родители переезжают и вы начинаете жить вместе очень тяжело жить с родителями в одной квартире и со своим молодым человеком с его родителями да и что тут не заладилось расскажи мать стала властью наши отношения чтобы я просыпалась не в 6 утра просыпалась 5 утра гладила ему рубашки я также работал как и он то есть я ездила на работу два часа добиралась и просыпаться 5 утра для меня ну я люблю поспать поесть и поспать вечером можно было рубашки погладить но с утра почему-то именно почему же они я не что бы она требовала я не она подходила с будильником вот она как она живет тем образом жизни да что она поспать опять и меня пыталась но к этому подвести наверно да я понимаю нет ну я это делал я как бы гладила рубашки не конечно в 5 утра но гладил я это сама хотела но никто я не должен был мне говорить что я должна что не должна я сама решу что я должна виктория послушайте вы совершили первую ошибку вот как только вы увидели что родственники из-за ремонта переехали к нему нужно было собрать вещи уехать к себе домой сказать любимый пока вы там ремонтируйте пока вы все вместе давай поживем повстречаемся так у меня были я у тебя понимаете а вы у вас у вас даже не было статуса постоянно его девушки что это такое конечно мама имела право на все он пригласил вас и наверное испугался и думает вот и идиот столько времени она уже у меня ведет себя как хозяйка как жена не думает дай-ка я сейчас так возьму приглашу своих потому что ему неудобно было вам они ее и выживут но нельзя на себя возлагать такое вам еще вы получились как персонаж из анекдота переночевала уже утром говорит зеркало перенесем на кухню а вот сюда поставим тумбочку это не моя инициатива была переезда то есть он даже если молодой человек пригласил к себе пожить но не нужно начинать себя вести как хозяйка вы там еще не были хозяйка была его мама отец его сестра слова человека были изначально послушайте но вы сами про себя же должны все понимать но месяц но века милая ну да просто неприлично понимаете но неприлично через месяц уже предъявлять какие-то требования конечно здесь права абсолютно поэтому конфликт конечно мама скажет здрасте при родственничках там голые не проходили на нет нет не рискнула открыла холодильник и говорит опять с утра не пожрать не выпить захлопнула папа умер тут же конечно образование у вас какой высшая юридическая работа серьезно специальности я работаю на гослужбе специальности хорошая девушка только если вы нас услышали не торопитесь не бегите впереди паровозом все родственниками мужа с родственниками жених лучше дружить шоп там набуло понимаете как говорят у вас на украине девочка моя покажите мне сюрприз да судимся расслабляемся можно снять очки можно попробовать я закрою вам глаза трусами нет ничего не видеть ничего интереса что это эросического характера мне кажется будет у вас очень приятные руки чувствуется мужская сила похож на зоро зоро я тебя искал я немножко продемонстрировал один из наших мини вечеров есть вам будет приятно намекнула то что если он он ее выберет то его жизнь будет постоянная в эйфории и он будет наслаждаться массажем и так далее и что какая чтобы мужчина был сильный и здоровый за вас класс и за вас спасибо пожалуйста проходите вы в комнате спасибо георгий дайте так прежде чем я выслушу ваше мнение я хочу зайти к виктории в комнату подождите меня хорошо я к тебе пришла птичка моя очень ты мне понравилась все делала не так милая не в прошлых отношениях не сейчас все себе испортила ты такая нежная у тебя какое-то удивительно открытое лицо вот тебя хочется взять и обнять вот опять впереди паровозы ты мужчину этого не знаешь видишь его первый раз в жизни это так интимно зачем спеть миленький зайчик мой да не надо это хорошо мы хорошие вот так стелиться перед мужчиной тоже не нужно значит выглядела как маленькая девочка в маминых туфлях на шпильке понимаешь тебе это не подходит это не твое господи тон тебе должен ноги мыть и воду пить понимаете он должен с тобой ухаживать поэтому на будущее смотри смотри и жди чтобы от мужчины понимаешь поэтому мы хорош очень мне понравилось я сделаю все для того чтобы ты была невестой я сама с тобой поговорю поскольку некому дать совет я тебе дам советы я буду твоей твоей поддержкой это тебе я обещаю мне редко нравится девочки поэтому слезки вытри ты хорошая и живая спасибо держись как будто я перевязку ей ходила делать уж и не аплодируете ты не знаю куда я ходила ну что георгий дорогой как вам ну это симпатичная девушка первое впечатление приятное очень оригинальный сюрприз как-то еще очень неожиданно очень неожиданно трусами лицо закрыла чем он не показался трусами боже мужская фантазия на бат просто безграничную это была обычная повязка я однажды пошла на пробу очень хотела прям эту роль мне было лет 25 на 27 я так ее хотела я так нервничала вот и сейчас называется кастинг тогда пробы я зашла в ресторан думаю выпей грамм 50 ничего не будет выпила какой-то коньяк левый покрылась себя пятнами думаю где 50 там и 100 выпила 100 зашла думаю какой-то запах от меня на ленфильме закрылась шарфом зашла в туалет смотрю как-то накрашена плохо накрасить зашла еще я когда пришла в группу они все обалдели с красными пятнами с перекрашенными глазами закрытой шарфом села от зажима нога на ногу режиссера спросила сигарету он сказал вы где ее нашли вообще кто это это называется вот когда все против тебя и ты сам в первую очередь потому что я же не такая в результате я абсолютно другой человек вот это называется вот на начал неправильно поэтому я хочу сказать про вику все не вниз не с того начала голос пропал как у меня не стала петь придумал этот совершенно дебильных сюрприз что-то здесь лепетала про то что она любит ходить голо девочка манек не не в ту сторону свернула что сегодня для виктории со звездами тут дело не в сегодня а дело в том что у виктории в гороскопе всегда мне сложно не показаться злобствующей на твоем фоне хотя могу сказать что девушка жесткая не гибкая к сожалению не очень адаптивная ленивая что ее потенциальная свекровь увидела сразу лень какая лень наверное точно я живчик я хочу дать совет женщинам сильной земной стихии таким как виктория да иногда нам бывает лень или не хочется делать что-то это правда и у всех людей это есть но нужно хотя бы изобразить старание вот этот чани еще как человеку у которого венера делает аспекты в восьмой дом могу сказать венера это любовь восьмой дом это финансы супруга бороться с будущей свекровью нужно за сердце своего любимого а не за его финансы давай поженимся теперь вашим мобильным наберите 07 36 роза и василиса дадут вам совет днем и ночью вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом а пока реклама ставите с вами майонез махеев с лимонным соком махеев я думаю о том что ты ешь в эфире давай поженимся у нас люди георгий идите знакомьтесь со вторым весом удача здравствуйте георгий я мэри меня обаяла ваша улыбка лучезарная очень приятно познакомиться и это маленький сувенирчик для вас спасибо большое спасибо проходите мне единственное для мэри не хватило красной помады яркой черных перчаток до локтя и сигареты с мундштуком ну чтобы была кровавая мэри обязательно потому что так как и вы маша все-таки не мэри с кем вы пришли я пришла со своими близкими подругами это киана и эмма очень приятно вас посмотрим марина 24 года раньше работала свадебным распорядителем теперь поет в музыкальной группе плачет когда смотрит мелодрамы и жутко боится тараканов признается что больше всего на свете любит кильку и селедку без памяти влюбилась в галантного и интеллигентного мужчину а он ее предал надеется что георгий не заставит ее страдать если не разговаривать дальше пара посмотрите у вас один бизнес вы свадебный распорядитель я была свадебным распорядителем сейчас но я недалеко ушла от этой профессии сейчас я пою в группе вот с девушками да нас группа расскажите про итальянского возлюбленного ну не совсем итальянец он москвич у него просто был бизнес в италии мы познакомились с ним москве где-то полтора года назад я была на свадьбе распорядителем свадебным он был на другой свадьбе рядом они были прямо два зала и так получилось что на перерывчиках мы с ним случайно столкнулись и как-то вот взгляды наши сошлись и он решил закрутилась у вас закрутилась не то слово волнуется потому что у него покраснела декольте декольте думаешь это волнение наше с ним взаимоотношения складывались настолько феерично быстро что я даже не успела моргнуть глазом как через какое-то время мы стали жить вместе когда узнали что у него параллельно где-то мы прожили с ним полгода в идеальных отношениях как узнали через полгода он часто начал уезжать в италию говорил что у него какие-то проблемы с бизнесом а в итоге мне позвонила как-то раз женщина и сказала знаете вы прекращайте пудрить голову парню в италии его ждет девушка через два месяца она рожает оставьте моего зятя в покое да и эта женщина оказалась до ее матери я была в шоке честно говоря для меня это был действительно удар какой кошмар с ним отношения вы сняли да я дождалась его после работы приготовила ужин и за столом я ему у него поинтересовалась что он мне честно сказал что такая история действительно есть что в италии он встречается полтора года со своей женщиной русская итальянка русская то есть он у вас влюбился когда-то была беременной два месяца да и он не рассказывал мне они они потому что боялся потерять он готов был жениться на мне он готов был оставить то есть он сказал что ребенку помогать буду но выходи за меня замуж да потому что любил вас а вы знаете мне было очень тяжело мне нужно было взять паузу на тот момент как-то обдумать чего простить не могли то что обманул вас или то что там ребенок в общем что вас остановила до казалось бы идеальных отношений да да он жил во вранье и и я не подозревала об этом как его простить за то что он изменял в открытую знаете самое обидное в том что раньше я как-то к мужчинам относилась ну наверное не потребительски а позволяла себя любить мне было страшно и что меня обидят поэтому думала что лучше пусть любит меня мужчина а после этого я после последнего мужчины с сергей его звали я поняла что я могу любить сама я готова дарить и тепло и сейчас можете сказать что вы лучше разбираетесь мужчинах определенно вы сейчас чем зарабатываете поете да поэтому я пп полазила по интернету и посмотрела ваш тут вот клип непонятно где снят то ли притон то ли еще что-то кровать а вы с какого-то плотинка в прозрачном белье целуйтесь тадоба вообще и шо ж теперь вот с такой вот извините визитной карточкой мы завтра работа работа есть работа и не нужно порт как бы сценический образ с образом а вы планируете в этом образе и дальше работать на самом деле это ведь очень важно вам близки вот такие эротические с вызовом шокирующие какие-то образы я думаю это продюсер я люблю эротические фантазии но только со своим мужчиной навязал наверное да сюжет этого клипа продюсер потому что мы на эстраде третий мир просто отстой весь мир уже отказался то же понимают что нет ничего круче голоса вы закончили что-то что вы позволяете себе выходить на сцену и петь а я закончила да я ну у меня высшее образование политическое по профессии я не работала всегда я очень любила свой свой творческий а капелла можете мне что-то спина петь с полкуплетика просто пожалуйста мы опоздаем ты в моей душе всегда как путеводная звезда нелегкий путь мой освещает очень классно мне очень нравится когда он поэтому мы хорошо готовим мы не поем мы готовим укажите сюрприз а обними меня покрепче мне будет сразу легче только лишь с тобой и побудь со мною рядом и утешь своим ты взглядом в тишине не мог в твои глаза мне окунуться на заре с тобой проснуться все что я хочу остальное все неважно и ты скажешь мне однажды я тебя люблю ты в моей душе всегда как путеводная звезда о всех моих тревогах знает ты в моей душе всегда как путеводная звезда а о всех моих тревогах знает и и в моей душе в моей душе но А, проходите в сонку, спасибо. О, Боже мой, какой он красивый, какой он красивый. Я теряла. Ты так волновалась. Я ужасно, мама. Зинаида. Ты в моей душе всегда. И не отдам тебя я. Мы уже все выучили, да. Я так, что я не могу. Я так, поэтому хочу сказать так, что в творчестве, прежде всего, я люблю профессионализм. Не люблю посредственность. Но в плюс этим замечательным девушкам, хочу сказать, что, наверное, в компании с ними не скучно. Но неизвестно сколько. Это точно не скучно. С нами не соскучишься. Сразу думаешь, что это скучно? Волнение, конечно, было, поэтому, может, немножко не раскрылось. Я думаю, что у нее, да, все впереди. Вообще симпатичная девушка. Это нельзя не отметить. Мне тоже Марина очень понравилась. Она действительно милая. У нее, на самом деле, был такой неприятный опыт этот любовный. Я не думаю, что за 24 года это единственная ее такая вот история. Потому что такого быть просто не может. Если она меня услышала, если правда она не будет сейчас терять время для того, чтобы вот этим скользким и легким путем пробраться туда, в шоу-бизнес, а займется делом, почему бы и нет? Конечно, свадьбами занималась. Конечно. А вот я, кстати, не согласен. Я думаю, что сейчас организация мероприятий не занимает столько ленивой, а вот чтобы самому что-то исполнить, спеть или станцевать, или, не знаю, показать оригинальный какой-то номер, это, на это нужно что-то, да? А мне кажется, что надо почаще показывать фильмы нашего детства и подпоганду вести с точки зрения популяризации других профессий. Вот я Мариночку, вязальщица-мотальщица, вижу просто вот прямо и в косыночке. Часающийся-мотальщица, Боже мой! Вот мне кажется, надо просто выбрать хорошую, нормальную, простую профессию. Но это ж не современно. И как реализовываться, и кстати, и не хаба-среба нашла бы. Ну почему? Она политолог, у нее высшее образование. Ну какой она политолог? Она даже это слово выговорить не могла. Ну, Роза, мне это неправда. Марина умеет связанно изъясняться, что редкость для девушки ее возраста, она достаточно умна, но она, к сожалению, относится к поколению конца 80-х, которое, я считаю, ну, немножко потерянным. У них нет конкретной цели в жизни, они точно зависли между мирами и не понимают, что они еще люди и уже не советские, и еще не российские в каком-то смысле слова. Это правда очень-очень странное время, когда родители не понимали, что передавать детям, как их воспитывать, и поэтому целей, основы жизненной вообще никак не заложены. Они не понимают, к чему стремиться. Вот тут, конечно, нужны наставники, потому что если у тебя нет наставника, то наставником оказывается шайтан, как в той поговорке. Поэтому я считаю, что как раз ей с ее умом, с ее пониманием жизни, наверное, ей вот такой наставник, который поставит цели, был бы нужен. Но это точно не вы. Ей нужен давящий партнер, который будет ей управлять, и она с ней будет немножко бороться. Вы недовящий. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Левая поживница», и я предлагаю Георгию встретиться с третьей невестой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Георгий. Меня зовут Татьяна. Я очень тщательно готовилась к нашей встрече. Надеюсь, оправдаю это ожидание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ До свидания. Глординочка, она симпатичная. Симпатичная. Здравствуйте, Танечка. С кем вы? Со своими хорошими подругами Мариной и Дарьей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 25 лет. Администратор в салоне красоты. Гордится первоклассным чувством стиля и вкуса. Мечтает стать известной и богатой. Признается, что однажды ей удалось пообщаться с существами из параллельных миров. Татьяна сначала открыто пренебрегала своим возлюбленным, а впоследствии об этом горько пожалела. Надеется, что с Георгием у них все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Танюш, вы читаете исключительно эзотерическую литературу. Почему? Да, сейчас дам. Почему? Кто вас направил? Кто вам посоветовал? Никто не посоветовал. Я сама к этому посоветовала. Может быть, это после того, как у вас была какая-то встреча там с... С Карапашкой. Нет, с каким-то там инопланетяном или что там у вас было? Расскажите. Да нет. Просто была, наверное, такая, как у всех людей бывает, депрессия. И слишком, наверное, я, может быть, ушла в себя. Вы нашли какие-то ответы на мучающие вас вопросы? Да, на все свои вопросы я нахожу. А какой вопрос на тот момент вас мучил больше всего? Что дальше? Зачем я здесь? Что дальше? Как дальше? И какой ответ получили? Зачем вы здесь? Что дальше? Ну, что самое главное, это нематериальные вещи. Главное, это душа. Что ее нужно развивать, что нужно самосовершенствоваться. И что земной мир это еще не конец. Может быть, она сама с параллелевой мир? Может быть. Она с Марса. А вы откуда приехали? Я тут. Москвичка? То есть родители здесь. А живете отдельно от родителей? Отдельно. Ясно. Смотрите, вы получили образование. Закончили институт экономики и культуры, да? Да. Вы имиджемейкер. Это то, о чем мечталась? Да. Танюша, а вот парень, который за вами так долго ухаживал, стелился буквально перед вами, он был ваш сокурсник? Откуда? Сосед? Нет. Просто познакомились как-то в дискотеке по молодости. Он влюбился, вы на него не обратили внимания? Да. Он стал настойчив, да? За вами ухаживал, выполнялся вашей прихоти. Видимо, это его как бы и... Подыгрывал. А он был старше вас? Да. А что не хватало в нем, чтобы вы на него обратили внимание? Ну, тогда я была молоденькая. Ну, то есть, как сказать, может быть, не с такими мозгами, как сейчас. И вот два года прошло, два года он ухаживал. Когда вы вдруг подумали, ну, все равно никого нет, дай-ка, пусть будет рядом, да? Я как-то поехала отдыхать с подругой на месяц. И подружка сказала о том, что, ну, а что стоит тебе? Ну, вот с тобой он как бы полтора года уже ухаживает. Ну, что стоит тебе? Ты же от этого как бы не умрешь, ничего не случится. Пойди ему навстречу. И я пошла навстречу, и я не пожалела, что пошла навстречу. Видимо, так и должно было быть. Как раз в моей книге об этом и говорят о том, что ничего случайного нету. Ну, конечно. Ничего случайного нету. Ну, в общем, у вас закрутился роман? Да. Ну, вы продолжали так же себя вести, вытирать об него ноги, да? Ну, честно. Ну, что, вы же не пришли на суд, мы же не судим вас. Да? А какая цель у вас была? Вот для чего вы это делали? Ну, конечно, может быть, самоуверенность в том, что человек никогда не уйдет, что хотелось как бы и погулять, и человеком быть. Он убивался, конечно, куда он денется, да? Да. А он делся? Делся. Девочки, слышите же нас, правда? Конечно, денется, потому что мужчина, что же человек. Вот из чего, допустим, вы в браке уже с мужчиной, в который вы влюбитесь, который полюбит вас, не повторите? Вот никогда. Вот просто... Ну, наверное, скандалов не буду устраивать. А вы устраивали? Ну... По какому поводу? У меня иногда скандальчик, кстати, неплохо. Ну, такой маленький, конечно, был, но значительный. Вы можете сказать, что вы сейчас себя хорошо знаете и знаете, чего вы хотите от жизни? Я не могу, конечно, на 100% так сказать, но все-таки цель виднее, чем раньше. А вот мне, кстати, по цели. Вы мечтаете пригласить родственников когда-нибудь на свою яхту? А приблизительно это через... Кто не мечтает? Ну, вот я хочу, Паня, а через сколько лет? Ну, вообще, желательно до 30, хотя бы до 35 точно. В общем, через 5 лет у вас яхты должны быть. А вы в курсе стоимости яхт вообще так? Конечно, поэтому нужно как можно скорее... Тогда я понимаю, зачем вы к Георгию пришли? Он что, должен себя грыжемы растить, что ли, чтобы заработать вам, ну, как минимум на яхту? Нет, не только он должен заработать. Я должна в первую очередь, потому что я хочу сама быть личностью. А вы имиджмейкер. А вы тогда у кого будете имиджмейкером? У Филиппа Киркурова. Да, потому что он богатый и щедрый. Да. Если с помощью мужчины, с помощью его денежных средств приобрести себе яхту, то вполне возможно. Цель у меня, конечно, это за границей. Надо искать. За границей, чтобы что? Ну, себя как бы реализовать. Ну, в плане как имиджмейкер. Почему именно за границей? Ну, почему не здесь, почему не дома, тем более, что вы из Москвы? Да, мы из Москвы. Я вообще как бы думаю попробовать вообще себя везде, не оставаться же на одном месте всю жизнь. Скажите, а почему бы в своей стране не делать людей красивыми? Ну, почему вы все молодцы хотите? Начать можно со своей страны, а потом закончить ей. Ну, Тань, ну, 25 лет, ну, а про какой начать? Милая, если вы хотите выйти замуж и успеть родить детей, успевайте делать это сегодня. Покажи сюрприз. Я хотела бы тебя угостить эротическим блюдом, которое называется жареный бекон с авокадо, с фитрусовым соусом. Девочки, кстати, буквально вчера корейскую молоковку сделала. Поедем сегодня ко мне в гости. С Георгием. С Георгием. Я хотела бы сделать еще один подарок. Это масло ги. Оно готовится только дома. Его нельзя нигде купить, поэтому я готовила это для тебя. Очень долго. Пожалуйста, попробуй. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Проходите. Как вам, Изнаэля? Я считаю, что Георгию просто с ней будет неинтересно. То есть разговор будет исчерпан, наверное, в первые пять минут. Неинтересно. Ну, дело в том, что в первую очередь, наверное, с Георгием неинтересно. И это уже в самом начале передачи было ясно. Танечка, вот если вы хотите быть успешной и хотя бы в ближайшие 10 лет получить яхту, то формулу успеха запомните. Это привычка преодолевать трудности и способность достигать поставленных целей. Вы учите эту форму, будете руководствовать, будет у вас яхта. Ну и, соответственно, жених хороший. Но пока не готова, к сожалению. Хотя, в принципе, можно взять на поруки. А чего бы нет? Муж тоже жену должен учить. Ну и образовывать, соответственно. Ну, согласен, конечно. Присмотреть. Хорошенькая, сложена, прекрасная. Но вот такое ощущение, что девочки, это вот жертвы глянца. Начитались, насмотрелись. Все не туда, все не про это. Ну, есть такое жертва глянца, но я самосовершенствую. Как им сказать, что это уже сегодня не модно, это уже не проходит, это уже такой отстой. Это даже не вчера, это позавчера. Что сегодня другие требования к девчонкам, сегодня другая жизнь. Сегодня мне казалось бы, ну как-то свои мечты тоже нужно немножко перекроить. А звезды... Татьяна, конечно, не фонтан. В смысле, не фонтан страстей. Она девушка сдержанная, эмоционально закрепощенная, откровенно. Я не знаю, каков был достаток в семье, но я подозреваю, что там недолюбили близкие, абсолютно точные. Какого-то очень тонкого интимного контакта могло не быть с родными. Она хорошая девушка, но я боюсь, что вот эта семейная обстановка ей не позволила именно эмоционально себя, ни в фантазиях, ни в социальных, эмоционально себя реализовывать. Она закрыта. Человек, который не любит сам себя, ему сложно полюбить другого. И как следствие, мужчинам сложно ее полюбить и к ней потянуться. Ей чуточку больше раскрепощенности, чуть больше любви к миру. Вот той, о которой она так много говорила, он только настоящий. И мне кажется, что все поправится. Образование. Татьяна, а тебе как, Георгий, понравился вот сейчас второй отстой? Ну да, он очень приветливый. Сейчас наедине он мне понравился. И я думаю, что еще не до конца я его знала. Он намного лучше, намного добрее. Зинаида, из троих девушек можно выбрать хотя бы одну для вашего брата? Вы знаете, если быть совсем объективной, то достаточно сложно. Я не могу сказать, что какая-то из этих девушек подходит ему в общении. Но я лично бы посоветовала бы вторую участницу, поскольку все-таки наша творческая среда. И, ну, скажем так, из всех зол выбирать, если наименьше, то, наверное, вторую с ней, по крайней мере, весело. Так, девушки, надо поднапрячься все свои флюидики направим на то, чтобы этот мужчина вошел именно в нашу дверь. У него глаз загорелся, и она, видишь? Я все-таки считаю, что в любом случае, давайте без обид. Ну, считаем, что сегодня у нас были будущие жены заготовки. Еще как бы не готовы, да? Ну, заготовки. Вот мне кажется, что именно Татьяна, она более готова, и в нее можно вкладываться. Поэтому я за Татьяночку. Ну, и красотульчик, и дети будут какие-то. Спасибо Розе огромное, потому что она правильно говорит. Верные вещи. Мне кажется, если Марина оставит свои провинциальные штучки, Мэри, вот это сидеть, выламываться, начнет работать по специальности, по своей, ну, все-таки что-то такое пересмотрит в себе. Может быть, не с тем общается, может быть, не по то влиянию попало. Мне кажется, Марина – это девушка, которая может вас осчастливить. Как только она вошла и села, вот для меня очень важно внешнее сходство. Вы с ней чем-то похожи. Мне показалось, что в ней есть что-то очень приятное. Ну, вот я с вами сомневаюсь. И я бы... Вы угадали мои мысли тоже. Я бы выбрала Марину. Я не сомневалась. Мы были уверены. Ну, он правда. Были ввешки. Ты понимаешь, был виден прям искра. Он прям увидел тебя, и все. Но я тоже присоединилась к бакаларисе и сказала, что Марина – это самый очевидный кандидат. У вас нет никакого особенного сходства в гороскопе с ней, но, знаете, нет и диссонансов ярко выраженных, как в случае с Викторией или Татьяной. Поэтому, если уж выбирать, то Марина. Прислушивайтесь к себе. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону. Четыре четверки. Екатерина, 32 года, номер 2225. Артистка, певица. Гордится своим маленьким сыном и признается, что бывает слегка рассеянной. Познакомится с высоким, симпатичным и образованным мужчиной, который знает о настоящих семейных ценностях. Андрей, 43 года, номер 2226. Президент крупной компании в сфере управления отелями и ресторанами. Предупреждает, что не ответит на звонок, когда ведет переговоры. Предпочитает самодостаточных, добропорядочных дам с хорошими манерами. Мы не знаем, выйдет Георгий один или с избранницей. Я приглашаю всех. Давайте его поддержим. Выходите. Я очень-очень рада, что вы как бы пришли. Сегодня у нас есть пара Георгий и Марина. Мы дарим вам эти нежные конфеты «Маленькое чудо» от конфеты фабрики «Славянка». Это источник радости и великолепного вкуса. «Славянка» несет радость людям. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-селенным героям на номер 4-4. Я, Лариса Газеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Спасибо. Удачи. Скажите, а что вам нравится в мужчинах? В мужчинах я густо покраснела. Хороший секс еще не означает, что это хорошая семья. Чтобы не мучить друг друга, нам лучше расстаться. Забеременела я другого молодого человека. Я лежал больной, она меня больного выгнала из дома. У бисера Кирова они будут жить в Болгарии. Сложный выбор. Три самца. Прям глаз не оторвать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова